Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Если вы холдите эфириум или XRP, я советую вам обратить серьезное внимание на этот ролик. То, о чем я буду рассказывать, будет иметь прямое влияние на цену обеих криптовалют. Специально для тех, кто холдит эфириум, у меня есть огромные бычьи новости для него. Однако для тех, кто холдит XRP в Соединенных Штатах, новости далеко не такие радужные. И начнем с того, что на данный момент общая капитализация криптовалютного рынка снова превысила 1 триллион долларов. С каждым видео эта цифра колебается, то вверх, то вниз. Но все ожидают огромную волну денег, которая поднимет большинство криптопроектов. Некоторые из них, такие как Polkadot, уже начали получать эти деньги. Этот проект взлетел на 85% за последнюю неделю. И на данный момент его монеты стоят 17 долларов за штуку. Правда, это на момент записи этого видео. У вас цена может уже отличаться. Polkadot снова обошел XRP по капитализации и вышел на четвертое место во всем крипторынке. Технически он находится даже на третьем месте, ведь тезер это вообще стейблкоин. Капитализация Polkadot на данный момент составляет 15,5 миллиардов долларов, в то время как XRP 12,6. Chainlink также показывает невероятные результаты. Линк вырос до 21 доллара и превысил свой исторический максимум. Сейчас он находится в ценовых диапазонах, которые ранее никогда не наблюдались, поэтому мало кто понимает, что с ним будет дальше. Так что если вы его холдер, подумайте о том, чтобы зафиксировать часть прибыли. Не продавайте все, оставайтесь в долгосрочном хранении. Это не финансовый совет, это просто здравый смысл. Потому решение принимать вам, но фиксировать какую-то прибыль нужно хотя бы для того, чтобы отбить свои вложения. В этом видео мы также поговорим о том, что происходит с биткоином. Если вы перейдете на blockchain.com в раздел графики и посмотрите на количество транзакций за день, а затем нажмете за все время, то увидите очень хорошую динамику. Если мы посмотрим за 2010 год, это было около сотни транзакций в день. Но сейчас, по мере роста рынков, эта цифра выросла до более чем 300 тысяч транзакций в сутки. Это прекрасная новость для криптовалюты в общем, не только для биткоина, но для всей индустрии. За 10 лет мы очень сильно выросли. Итак, перейдем к новостям. Начнем с XRP. Kraken планирует приостановить торговлю XRP для резидентов Соединенных Штатов. Вслед за Coinbase. Клиенты же за пределами США не будут затронуты. В связи с недавним иском SEC против Ripple, криптовалютная биржа Kraken приостанавливает торговлю XRP для жителей Соединенных Штатов. Приостановка произойдет уже 29 января. Это событие затронет только лишь клиентов Kraken из Америки. Все остальные клиенты могут продолжать торговать. Давайте посмотрим на цену XRP. Сейчас он стоит около 28 центов. И для того, чтобы XRP закончил рисовать новую волну Элиота, нам нужен следующий импульс. Следующие импульсные волны должны строиться в таком порядке. Первая, вторая, третья, четвертая и пятая импульсная волна в микромасштабе. В макромасштабе эти пять волн составят лишь первую волну. Конец волны С сделает вторую волну. Затем будет огромная импульсная волна номер три. Затем коррекционная волна номер четыре. И по мере того, как цена будет идти вверх, будет тестироваться сопротивление. Вот эта первая волна станет пятой в макромасштабе. Затем вторая снова будет коррекционной. А следующая, третья, должна пройти годовой максимум. Крайне сложно, но это теория Элиота. Что поделать? Если этого не произойдет и XRP все-таки нырнет вниз, куда-то ниже 22 центов и затем 17 центов, то это полностью отменяет этот сценарий с волнами Элиота. Нам нужно внимательно следить за XRP, быть очень осторожными и по мере того, как деньги заходят на рынок, диверсифицировать их в другие проекты. Если мы посмотрим на эфириум, статья говорит о том, что эфир может взлететь до 3000 долларов из-за того, что спрос превосходит предложение. То есть эфириум вскоре может превысить свой исторический максимум. Аналитики предполагают, что падение предложения эфириума на централизованных биржах может помочь его цене вырасти до 3000 долларов в следующие несколько недель. На данный момент эфириум торгуется на уровне 1200 долларов и показывает бычье настроение, учитывая его недавнюю просадку до 900 долларов. Но он по-прежнему не может достичь своего исторического пика в 1432 доллара. Правда, некоторые аналитики говорят, что следующий бетч и импульс эфириума может практически удвоить этот максимум. Кстати, я сам настроен к эфириуму позитивно, но недавно умудрился потерять на нем достаточно много денег. Мне кажется, что биржи специально выносят позиции трейдеров. Вот это падение случилось очень быстро, буквально на протяжении нескольких часов и снесло мою позицию. Затем опять продолжился рост. А я как раз таки на рост и ставил. Очень странная ситуация. Кстати, есть люди, которые верят, что эфириум имеет возможность обойти биткоин в будущем. В основном из-за сценариев использования, функциональности и всех проектов, которые созданы на основе блокчейна эфира. Другой эксперт говорит, что холдерская стратегия непродажи монет в краткосрочной перспективе является бычьим сигналом для эфириума. И предсказывает цену в 5-10 тысяч долларов, а некоторые даже 20 тысяч долларов и выше. Судя по словам генерального директора Nugget News Алекса Саундерса, за последние несколько дней произошло массивное падение биржевых резервов. Эфириум практически распродан. Он говорит о том, что эфир может закончиться в течение 48 часов, и это уже происходит. Если что, это была его цитата. «Спрос на эфириум просто взлетел, и кажется, очень немногие хотят продать его в ближайшее время». Этот же взгляд разделяет и византийский генерал, еще один высоковважаемый криптовалютный аналитики трейдер, который говорит, что высшая цель всего этого – создать кризис ликвидности эфириума. Саундерс утверждает, что данные указывают на неминуемый близкий взрыв цены эфира. Мы все знаем, что произошло, когда спрос превзошел предложение биткоина. Он вырос в 4 раза за 90 дней. С 10 тысяч долларов до 42 тысяч долларов, если что. Теперь давайте проверим биткоин. Сейчас он находится на уровне 35 тысяч долларов, и все мы ждем основного импульса, чтобы биткоин превзошел прошлые максимумы в 41 и 42 тысячи долларов. Либо же, наоборот, нисходящие коррекции в красную зону уровня Фибоначчи. Я также сравнил график биткоина с мартовского падения в 2020 году с графиком эфириума. Конечно же, цена биткоина выше, и он сейчас впереди эфириума, если считать с момента начала восстановления после мартовского падения. Сейчас я вам покажу, на сколько дней он впереди. Биткоин побил свой исторический максимум, и если мы возьмем калькулятор, то поймем, что эфириум ровно на 32 дня позади биткоина. Итак, когда биткоин начнет снова расти, ожидаются мощные движения для эфириума. Мы можем сравнить это с 2017 годом, который может подкинуть нам идею. Конечно, это не имеет 100% точности, но если я возьму отрезок графика для биткоина с 16 июля и до исторического пика в 2017 году, а затем сравню с аналогичным отрезком графиком эфира, то мы увидим картину, когда биткоин достиг исторического пика, эфириум немного откатился. Люди подумали, что это был пик эфириума, но когда биткоин упал вплоть до 22 декабря, эфириум все еще немного колебался, а затем просто взлетел до исторического пика, почти удвоив свою цену. То есть еще раз, когда биткоин вырос до максимума, эфир колебался, и когда биткоин ушел в коррекцию, эфириум выстрелил. Так что будьте готовы к этому в текущей ситуации. Когда биткоин покажет свой последний максимум, а потом уйдет в коррекцию, ожидайте сильный скачок эфира. Теперь у нас есть два пути развития. Либо биткоин еще будет расти до нового пика, либо мы уже прошли пик и биткоин будет опускаться вниз. И тогда эфириум выстрелит, так как деньги начнут перетекать в него и выходить из биткоина. Давайте вернемся к статье. График показывает падение биржевых резервов эфириума. Я не буду пересказывать всю статью, я просто скажу, что вы должны знать. Это серьезный кризис ликвидности эфириума. Проще говоря, создается впечатление, что инвесторы смотрят на эфир, как на действительно ценный актив для долгосрочного хранения, и поэтому выводят его с бирж для хранения на своих холодных кошельках. Это создает огромный спрос на эфир, который приводит к скачку покупательного давления. Пара эфириум-доллар добралась до вершины в 1250 долларов США за последний час, однако быки столкнулись с сопротивлением на этом уровне, который совпадает с барьером, созданным средней линией восходящего параллельного канала. Покупателям нужно добраться до верхней линии канала, что увеличит цену выше 1300 долларов. Если им это удастся, прорыв над верхней линией канала может протестировать недавнюю линию сопротивления в районе 1350 долларов. И, возможно, цена достигнет нового исторического максимума в 1500 долларов. После пробития крайнего исторического пика, по аналогии с биткоином, эфир может практически удвоиться в цене. Биткоин умножил крайний пик в 20 тысяч на 2 до 40 тысяч долларов, а значит эфириум вполне может достичь 2800 долларов. Вот такие, ребята, очень желанные цены. С другой стороны, падение ниже 1200 долларов может привести к тому, что цена опустится до уровня 100-часовой средней скользящей, а это около 1100 долларов. Оттуда продавцы могут нацеливаться на предыдущий минимум в 900 долларов. Так что, если вы холдите эфир, будьте готовы пройти исторический максимум. Я пока не буду продавать свои эфириумы, но это не финансовый совет. Просто сейчас мне кажется, что он должен повторять движение биткоина, которое мы видели. Что-то внутри меня говорит мне об этом. Все это похоже на идеальную бурю возможностей для криптовалюты и конкретно альткоинов. А что вы думаете по этому поводу? Что вы думаете насчет будущего эфириума? Напишите в комментариях. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, делитесь видео с друзьями, комментируйте обязательно. Богатейте. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!